Мы продолжаем законы Басар Вахалапу, что мы учились вчера. Мы сделали такой общий обзор того, что называется запретом не варить молоко с мясом. И мы сказали, к чему этот запрет относится. Теперь, относится ли к этому запрету мясо птицы? Разрешается ли мясо птицы варить в молоке? Мы сказали, как есть запрет варить в молоке мясо говяжье, или телячье, или баранин, и так далее. Всех кошерных животных, будь то домашних животных, или будь то диких животных, не имеет значения. Главное, что они кошеры, есть запрет по торе. Также есть запрет по мудрецам варить мясо птицы, или голубей, или курицы, или это. Есть запрет тоже варить с молоком и запрещается. Но запрещается кушать, имеется ввиду. Но варить нет запрета. И получать от этого выгоду тоже нет запрета, потому что всего лишь это запрет по мудрецам. Но варить рыбу в молоке, не кушать, а варить рыбу в молоке, или кузнечиков. Здесь вы сейчас кто-то новое научитесь. У нас все то, что тора запретила, тора разрешила. Один из запретов тора кушать насекомых. Одно из видов насекомых, которое разделяется на четыре вида, это одно из типов насекомых, которое разделяется на четыре вида этих насекомых, называется кузнечики. Вид саранчи, который нам тора разрешила кушать. Разрешила? Да. Саранчи, кузнечики разрешаются кушать, но надо знать, какие у них знаки кошерности. Есть знаки кошерности, чтобы мы знали, что сегодня люди не различают, потому что уже много лет не кушали. Но были общины, которые доели их. И я спросил одного, кто кушал их. А саранчи не кушали? Саранчи, да. Да, мараканцы. Это имя 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 имя. Еминские евреи. То есть спросили их, они сказали, что они помнят вкус еще их. Он похож как белизна куриного мяса. Вкус его. Жареные такие чипсы делают. Во всяком случае, то, что вы знаете кузнечиков, это с палец размер. Настоящие кузнечики это были в то время. Они, Робутай, огромные, большие были. Не такие, нет. Большие вот такие. Вот такие. Такого ты не видел. Я тебе поэтому говорю. В книге рекордов Гиннса нашли самый большой кузнечик. В мире был 35 паундов, около 18 килограммов Робутай. Так что, как маленький баран. Серьезный кузнечик. Да. Это нашли таких кузнечов. И поэтому теперь вы Мишню поймете то, что в Мишне сказано, что рыбу кузнечиков не надо резать. Шхита не надо им делать. Я сделал все время, думал, маленький кузнечик, где там делают шхита. Оказывается, про этих кузнечиков не говорилось. Говорилось про таких кузнечиков. Где там ты думал, что для того, чтобы его съесть, надо его зарезать. Потому что рыбу и кузнечиков шхита не нужна на них. То есть шхита нужна только на животных и птицах. На рыбу и кузнечиков не надо шхита. Достаточно их поймать и можно их покушать. Молбан. Да. Да, вот в Йеменске они вот большие кушали? Если знали, знали, какие кузнечики могли больших кушать. Не знаю. Какие были, когда они кушали? Не знаю. Они говорили, что маленьких они. В 20-м случае, эти кузнечики, то, что в Талмуде написано, что не надо на них делать шхита. Ты пойми, что какие они были, эти кузнечики. В молоке, значит, молоке варить. По закону они не мясо, потому что. Рыба по закону это не мясо. То есть, если человек поел рыбу, после этого можно молоко сразу же кушать. И поел кузнечиков, тоже после него можно молоко сразу же. Опять же, не все кузнечики разрешаются, только определенные виды. А как насчет варить мясо? В молоке, который выходит из миндаля. Миндальное молоко. Слышали? Это называется almond milk. О, мы не говорим про недель, мы говорим про almond milk. Оно делается так. Берут миндаль сырой, смешивают с водой, чуть-чуть вкус, придают сладость, что-нибудь мед, и через блендер его. И получается, мамаш, как молоко смотрится, разрешается ли это или нет. Закон говорит, так как это не имеет никакого молочного ингредиента, и только называется так, нет запретов. Во всяком случае, люди видят, видят, мамаш, у тебя молоко, и там плывет у тебя кусок мяса, куриные ножки. Или там, я не знаю, это запрещают. И подумают, что ты, мамаш, в молоке это делаешь. Закон говорит, если ты поставил рядом несколько миндалей, люди видят рядом миндаль, или вот эту коробку, где написано миндальное молоко. Все люди понимают сразу, что это было не настоящее молоко, а простое молоко. Здесь есть миндаля, рисовое, соевое молоко. Все эти виды молока, которые не имеют молочные ингредиенты, по закону они рушаются, опять же, в случае, только когда ты оставишь бутылку рядом. Соевое молоко тоже смотрится как молоко, рисовое молоко, как молоко смотрится. Ты должен бутылку рядом поставить, чтобы люди не заподозрили тебя, что ты кушаешь вот стейк свой, обливаешь молоком. Понимаете, чтобы не было такого. Теперь вопрос другой. Можно ли варить мясо в молоке женщины? Женщина, она кормит грудью, она выжимает иногда ей тяжело. Избыток, есть у нее избыток молока. Она отдерживает молоко и оставляет это в холодильнике. Муж решил, говорит, о, парвы, мы учились, что это парвы, давай сварим в нем мясо. Мясо, закон говорит, так же работай, запрещается из-за марита аин. Правильно? А там никакого же знака не поставишь. Какой там знак поставишь? 100%. Здесь знак, у тебя есть, что поставишь, маленькие там орешки эти рядом, короку, а женщины, ты же не поставишь женщину рядом с грудью. Знака так как нет, люди заподозрят его, что он с молоком варит себе мясо. Поэтому запретили это делать. А что если нечаянно все-таки попало в мясное? Нечаянно бывает, взяли бутылку, мешали пока бутылку, так-так-так, и капли из бутылки прямо попали в суп. Бутылка имеется в виду, опять же, детская бутылочка, капли молока материнского робота. Не молоко, которое искусственное, то, что они с порошком разводят. Это молочное молоко, мы говорим все про материнское молоко. Все по закону, это аннулируется, и не надо по закону даже 1 к 60. Почему? Потому что так как это все смещалось, и его не видно, уже никто не заподозрит в этом. То есть руками смешивать молоко нельзя, но если попало, все разрешается, и суп, вернее, и пища, и казан не запрещается. Здесь никто не видит, значит, можно сварить или там... Нельзя, но если смешалось, если получилось так, забыли, что-то сделали. Он пар, но если мудрецы запретили запрет мудрецов, так как есть запрет мудрецов, нельзя специально наливать, а если уже налилось, получилось, ребенок игрался, упал, что делать? Закон говорит, что пища не запрещается, разрешается это кушать. Пища не запрет мудрецов, но не запрет мудрецов, а если пища не запрет, то есть пища не запрет, но не запрет. Некоторые находились, так как курицы все время велись на природе с этими петухами, в ней были уже зарожденные яйца. Некоторые из них уже имели тонкую скорлупу, некоторые из них имели твердую скорлупу, даже не успели снести его. Некоторые имели до сих пор белок и желток, еще не имеют скорлупу никакую. Некоторые просто стояли на эшколь, эшколь это там, где вот эти все яйца пререпляются, там, видели, он смотрится как гроздь, как гроздь винограда, если вы помните еще. Вспоминайте, этот закон, видите, в Тамбуде помните эти законы все, здесь сегодня вы не видите этого, раньше это было. Будьте осторожны, откажите свои предметы все. Дальше, если там находились яйца внутри, если эти яйца закончены, что-то считается законченным яйцом, то есть так как это выходит из курицы, что это имеет закон мясного или нет? С яйца какой статус? Законченное яйцо, которое уже в скорлупе, вышло из курицы, какой статус его? Парв, а он выходит из мяса, он с куска мяса, из курицы он выходит, правильно? Так как он уже обособленное, отдельное, его статус парвы, правильно? У яйца статус парвы, а что если, когда залезли курицу, внутри нашли яйцо? Если это яйцо законченное, то есть, что такое законченное яйцо? Вокруг него есть, уже у него есть желток и белок. И даже если до сих пор оно не окружено никакой оболочкой, только желток и белок, закон говорит, по закону это яйцо разрешается кушать с молоком. Даже внутри курицы ее нашел. Слышали? А что если только есть желток, первое, потому что желток образуется. Помните, такие желтые желтки были, которые встали на бахш? Да? Если только есть желток, закон говорит, запрещается его варить с мясом, с молоком, потому что он до сих пор относится к мясному. А что если вот эти яйца от курицы он отобрал и поел сам собой, не сварил их с мясом, а сварил их отдельно, которые внутри курицы были желтки, и поел просто так. После этих яиц можно кушать молочное, например, сыр или молоко, закон говорит, можно. То есть сами по себе они имеют статус? Пару. Мы считаем, как они, как мясо, но они сами не как мясо. Прикреплены к мясу, не можешь варить их с молоком. Но после них имеешь право кушать молоко. Маленькая, тонкая пленка. Да, тонкая пленка. Да, она без пленки не бывает. Тонкая пленка. Простите. Ну, вот это имейте ввиду, что тонкая пленка вокруг есть. Теперь, мы сказали, что есть запрет варить молоко с мясом. Что такое варить? Чем варить? Спасуды. Чем? Огнем. Должен быть огонь. Или даже если ты в микроволновку поставил. Там огня нет в микроволновке. В микроволновке процесс такой, что под действием радиоволн. В микроволновке, они делают так, что внутри атомы, в молекулах, начинали бешено гнаться по большой скорости. Из-за того, что они бешено начинают гоняться по своей орбите, эта орбита разогревается, и вся молекула разогревается. И так все молекулы разогревают, очень быстро греется. Что за кон варение по Торе, что запретило Тора заварить молоко с мясом? Именно используя огонь или температуру огня. Слышали? Огонь или температура огня? А что если человек кто-то не сварил, а только сделал как копчение? Копчение. Как копчение делают? Дым. Огонь снизу не касается его, он отдельно стоит. И дым идет, и под дымом он коптится и плавится мясо с сыром. Да? Если так он сделал. Или человек взял и поставил мясо с сыром в горячие воды источника. То есть огня нету, только в источник горячей. Есть такие гейзеры, если мы, горячие источники. Он пошел в салфановый мешок, и очень бахс, как называется. На пару. Что если он так сделал? И так же работай, если человек сварил мясо в воде от молока. Что такое вода от молока, работай? Сыворотка. Это означает, все убрали молочное оттуда, оставили только жидкость. Сыворотка. Сыворотка, да? Все, закон говорит, все это запрещается, но не запретом Торы. Это все запрещается, работай. Он патур, это за... Если съел, маккот он не получит. Он запрет сделал. Запрет сделал, но не получит за это маккот, наказание получит. Если молоко пить иди тише, да? Если ты крышку закрыл, и он на крышке конденсат собирается. То есть в этом конденсат можно что-то сделать? Считаете? Тоже запрещается. Потому что испаряется с ним жиры молока, тоже испаряется. Если ты этот конденсат так руками потрогаешь, жирный, а жиры молока испаряются. Все. Даже если он не приступает, здесь запрет, за который он должен будет получить маккот, то есть плетью, удары плетью по Торе, все равно он запрет совершает. Что если у животного мужского пола, с самца вытащили молоко? Из него вышло молоко. У самца такое состояние было. Является ли это молоком, то что Тора запретила, Тора сказал, молоком матери его, правильно? Во всяком случае, мы так не делаем. Если попало у него это в кастрюлю с мясом, оно не запрещает ничего. То есть все разрешается. Некоторые говорят, говорит Рома, что нельзя раздувать огонь под сосудом нееврея, потому что обычно под этими сосудами, что они в этих сосудах, что они варят? Они варят обычно молоко с мясом. И когда ты начинаешь раздувать огонь под этим сосудом, оно повторяется как будто, повторяется варение молока с мясом, и ты переступаешь, может быть, в этом зарыве, потому что мы сказали, что есть отдельный запрет варить молоко с мясом. Понятно? Некоторые говорят, что нельзя смешивать воду, в которой мыли посуду мясную, с водой, в которой мыли посуду молочную. Помните, я вам вчера насчет этого говорил, что в одной и той же раковине, как мыть, там внизу собирается в сеточке жиры, и если две воды ты смешаешь, и они горячие, то смешаются жиры от мяса с жирами, от молока, и будет тоже работать запрещенная вода, нельзя даже использовать ее, чтобы полить свой огород. Запрещается это. Еще написали. Это уже старый десяток. Хорошо, поэтому мыльный раствор используете. Я понял тебя, я понял, поэтому хорошо использовать мыльный раствор, когда ты моешь посуду. Почему? Когда мыло используешь, мыло, так как это химикат, оно портит вкус, и оно портит, и уже не становится статусом молока. Нейтрализуется и портит их. Оно уже несъедобное становится. Он задает, что если две раковины, у них один суверсистем, одна сливная труба, одна сливная труба, что происходит, ты здесь наливаешь, не везде, ты здесь наливаешь молочное, в эту сторону наливаешь горячее мясное. Все равно в трубе. Оно сливается все в одно. Я многое говорю, если ты будешь использовать именно мыльный раствор, когда ты будешь мыть, мыло уже все аннулирует. Его как статус молока, он уже не становится как молочное. Понимаешь? Мыло по гейм, потому что мыло по гейм это там. Человек зарезал животное. Много раз бывает, что в животном, оно беременная, самка, и у нее есть маленький детеныш внутри. Гула. Или называется Шалиль. Шалиль называется по ивриту. Он говорит, по закону он разрешается по шхите его матери. То есть он так же, как кусок мяса в маме. Как кусок мяса. Но гиданашев вытаскивает из него. Гиданашев в нем запрещается. Что Аллаха? И что Аллаха с этим? Можно ли его варить в молоке? Талмуд говорит, кто его сварил в молоке, и также кто кушает его, он хаяв, он приступает за предпаторий и должен получить за это наказание. Макот. А что если он сварил плаценту? Слышали? Шилья. Плацента это в чем? Это мешок, в чем этот... Сам плод в чем держится? В рубашке. Его рубашка плацент называется. Да? Он не вдержит в мире. А? Он у него питается через пополинку. Я знаю, но там уже мешок. Мешок, вот этот мешок. У него есть мешок. От него и делается. Вот этот мешок, он взял не матку, а вот мешок, в чем он стоял. Он взял ее и сварил в молоке. Или он взял кожу и сухожилия и кости. Или рога. Верхнюю часть рога или нижнюю часть копыт сварил в молоке. Это является ли молоко и мясо, запрет молока и мяса? Не менее, от самой коровы даже. Закон говорит, он потур, потому что на второе написано, где это имеется в виду, мясо его. А если он кости взял это, он переступает запрет, но за этот запрет он не получает маккод. То есть этот относится, кости относятся к мясу, да? Но маккод за это он не получает. Кто поел костный мозг, можно после костного мозга, вот у животного есть кости, где есть костный мозг, и лик назвали. Помните? Кто поел костный мозг, после него можно кушать молоко сразу же или нет? Это считается мясо или нет? Закон говорит, да, считается, что это мясо. Но нельзя его кушать молоко. Поэтому нельзя кушать после него молоко, 6 часов. Надо знать, вот здесь то, что я говорю, это да, считается, относящийся к мясному, но это само не мясо, поэтому он освобождается от наказания, но за прет он переступает. Вымя, вот этот следующий закон, Молоко, которое находится не в имя, а в желудке. Про имя мы уже вчера говорили, что если уже зарезали животное, то молоко, которое находится в имя этого животного, оно не считается молоком по торе, это молоко только по мудрецам. И поэтому, кто в нем сварил, он переступил запрет по мудрецам. В нем варить нельзя. А во всяком случае, само вымя разрешается или нет? Мы сказали, что само вымя имеет статус мяса. И как его... Мясо! Мясо! Вымя это мясо. Но, то есть, если ты поел вымя, после него 6 часов тебе молоко нельзя кушать. Понятно? Еще раз. Поехал вымя, пожарил вымя. Пожарил вымя. Да, пожарили ночью. Нельзя вымя. Пожарили на ангеле, имеется в виду. На ангеле. На ангеле. На ангеле. Шашлык взяли. Да. А немца молочные не делают это мясо. Его статус мясо работает. Вымя статус мяса. То есть, если поели вымя, надо ждать 6 часов Рогутай, чтобы потом кушать молоко. Вдеги можно было его жарить? Нет. Это другие законы Рогутай. Мы должны это потерять. Динекхар. Окей? Вот, я сейчас перехожу вам на законы вымя. Специально отдельный раздел. Интересно. Интересно, да? Абсолютно. Понятно, в общем, там и делали. Здесь, там и делали. Здесь, там и делали. Здесь нарушали. Давайте посмотрим Рогутай, что такое вымя, если вам так интересно. Законы вымя в Шулхана Рухи Йорадияс и Манцадий. Закон говорит так. Акхаль асурми диврей софри. Вымя, оно запрещается по мудрецам, как я вам сказал, так как уже зарезали животное, оно уже не может быть матерью, как написано, не варим козленка в молоке матери. То есть, когда от живой молоко вышло. А что, если ее зарезали уже? Она уже не живая. Молоко, то, что вышло после того, как зарезали, оно считается статус молока или нет? Считается не по Торе, только по мудрецам. Мудрецы на него статус молока поставили. И запрещается по мудрецам. Мясо, которое сварили в молоке, которое вышло после шхиты, после резки животного. Это молоко, то, что выходит остатки молока в выми. Это молоко называется халяв шхута. Молоко от зарезанного животного. Поэтому, роботай, как кушать это выми? Если он порвал, разрезал на куски выми. После того, как шхита сделал, проверили, животное кошерное. Взял выми, разрезал его на куски. И вытащил из него остатки молока. Слышали, что надо делать? Разрезать и вытащить остатки молока. Потому что там, во веолках этих, в канальцах, осталось молоко еще. Можно его пожарить на огне и поесть. Слышали, роботай? Слушайте дальше. А если разрезали его вдоль и поперек. И выжили из него все молоко. Из него выжили так молоко, что там даже чуть-чуть не осталось молока. Промыли его несколько раз. Вымыли его хорошо. Ничего не осталось там внутри. По закону, можно его варить даже с мясом. Слышали? Почему? Потому что выжили все молоко из него. И его статус какой? Мясо. А что, если роботай не разорвали его, не разрезали на куски? Вдоль и поперек не разрезали. Будь то маленькая корова была. То есть, еще никогда не кормила теленка. Или будь то она большая. Нельзя его варить. Потому что не разрезал и не вытащил оттуда все молоко. А что, если роботай, человек взял и сварил такое целиком. Вымя целиком сварил. В отдельной кастрюле. Ну? Что закон его? Мясо. Можно кушать или нет? Нет. Закон говорит, можно кушать. По какой причине можно кушать? Мясо. А? Оно же мясо, что ли? Потому что... А на самом углу был молоко. Что? А на самом углу молоко. Потому что не было молока там в углу. Все то время, пока... Раша объясняет. Все то время, пока не вышло внаружу вот этот белый сок. То, что там остался. Мы уже сказали, это не молоко. После шхиты. Белый сок. То, что остался внутри. При жизни. И он не вышел наружу. Он не называется молоком вообще. То есть, когда статус молока у него появляется роботай. Когда живое и вышло. Вот в этот момент, как его выжимают. Он выходит наружу. У него статус молока. Все. И это чудо. Все то время, пока внутри этот сок белый. Он еще не молоко. Как вышел. Он называется молоком. Ее зарезали. Остался внутри. Что его статус? Не молоко. Белый сок. А что у нас с мясом? И пришли, сказали. Люди видят. Представляешь, ты варишь это и все там белое у тебя. И кусок мяса плавает. Люди увидят, скажут, что ты в молоке жаришься. Отдельно можно. Отдельно, если переступил. Не разрезал его. Если ты его разрезал на куски. Можно даже с мясом аран говорить. Мясом жарить его можно по закону. Понятно? А если ты не разрезал и отдельно переступил за пред. Мудрецы сказали разрезать и выжать все молоко. Переступил за пред. Не сделал это. А сделал в отдельной кастрюле. То по закону разрешается кушать. Не лохотхила. Не идеально. Ну, если так сделал, не сделал. А что если с мясом сделал, работай? Что работай, если с мясом сделал? Не разрезал. Не разрезал и с мясом его пожарил. Нарушил спарбань. Все закон говорит, нужно 1 к 60, чтобы аннулировать. И само кхаль минаминьяль, сам кхаль, сам вес, вымя заходит в состав чего? Мясо или молока? Мясо. В состав мяса. Например, если было вместе с вымем 1 к 60 против самого вымя. То есть было так, 59 кг мяса, 1 кг вымя. Все вместе сколько стало? 60 кг против самого вымя. Сколько вымя может вытащить? Больше своего тела оно не может вытащить. Один килограмм, скажем, тоже. Макс. Сколько оно может вынести? Один килограмм. Все аннулируется. Но кхаль асур. Слышали? Само работай вымя запрещается, а все остальное разрешается. Почему вымя запрещается работать? Ну? С молоком похожи. Кто знает? По какой причине? Потому что мясо впиталось в это молоко. Это запрет монгрицам. Само вымя запрещается, да? Мясо разрешается почему? Все молоко, то что вышло из вымя, 1 к 60 аннулировалось. А мясо то, что зашло в вымя, не аннулировалось. Мясо там же дорабанан, малоход дорабанан там. Что стало? Вымя, оно запретилось. Но мясо оно разрешается, а вымя выкидывается. А если было меньше 60 работай? 1 к 60 не было. Что закон? Все запрещается. И казань, и вымя, и мясо. Все испортил. Почему? Потому что закон не учился. Это если не чайный или специально тоже так можно? Что говоришь? 60 к 1 можно специально делать. Не понял. Специально он хочет что-то. 60 мясо. Запрещается это делать. Если так случилось. Если так случилось. Что делать? Что делать? 60 к 1 мяса. Ну, 100 грамм, скажем. Это разница. Мы просто говорим. Вам чуть-чуть этот закон вымя. То, что мы сказали, работай. Короче, вымя нельзя кушать. А? Потом маран пишет тут же после этого. Вымя нет запрета кушать. Можно кушать. Вопрос, как его делать. Лучше всего на огне. Маран говорит так. Во втором законе. Маран говорит. А обычай. Вообще его не варят с мясом. И также работай. Некоторые говорят, что можно его варить без мяса отдельно. Или сделать из него паштида. Если ты хочешь его отдельно в отдельном казане делать. Как мы сказали. Разрезать его на куски. Выжать из него все молоко. И все потом пожарить. И это разрешается работай. Тихабе Котель. Когда написано в Талмуде. Тихабе Котель. Это означает. Выжать молоко ударом об стенку. Когда об стенку бьешь. Сильно бьешь. Бум. Молоко вылетает оттуда. Понимаете? Ну, можно нажать на него. Вымыть его хорошенько. И потом его кушать. Но сегодня эти законы, которые относятся к молочному мясу. Благодарю. 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 Excel отвечает вам на носу.